ВЕКТОР КОМФОРТА Новый жилой дом по улице Магнитского в Чебоксарах. За его строительством наша съемочная группа следила все лето и все осень. Дело в том, что большая часть квартир в нем предназначена для переселения граждан из аварийного жилья. Впрочем, в нем есть квартиры и для других социальных программ. К примеру, для обеспечения жильем детей-сирот. О том, сколько молодых людей по этой программе в этом году справили новоселье, далее. Алена, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Друзья, телезрителям Алена собирается первый раз увидеть свою новую квартиру, которую она получила в программе предоставления жилья для детей-сирот. Ну что, пойдем? Пойдемте. Как ощущения в Анатолии? Очень. Я очень взяла момент этого. Ну что, Анатолий, как первое ощущение? Я очень рада. Я, конечно, вошла в свою квартиру. Здесь у вас зал. Где-то уже придумываете, вот прям сразу на ходу, что где разместите, мне кажется. Да, здесь у меня будет диван, здесь у меня телевизор будет висеть, здесь у меня будет шкаф-купе. Алене Лосевой, 22 года. С 9 лет она жила в приемной семье, а когда выросла, ушла на съемную квартиру. Девушка признается, еще не может до конца поверить, что теперь у нее есть свое жилье, что в ванну по утрам не будет очереди, и теперь она единственная хозяйка на кухне. Как, кстати, обои, линолеум? Линолеум, наверное, нравится мне и обои. Красивые. Ну да, я случайно, что сейчас квартиры продают с черновой отделкой, да, а здесь, мне кажется, уже можно вам заехать и жить. Да, можно сразу стол поставить, кухонный гарнитур поставить, можно уже жить. Что в первую очередь приготовите на новой кухне? Что любите готовить? Пироги сделайте. Пироги, торт, я люблю торты делать. Обжиться поможет приемная мама. Я безумно рада за такой радостный сегодняшний счастливый день для моей дочери, подопечной Алены. Я ее растила с 9 лет, как свою родную дочь. Действительно, от души рада. У нас семья большая, в принципе, так вот, не скучно было ей, но она вот хотела свою, естественно, свой угол возраста, потому что все-таки подружка замуж в уходе, ей тоже хочется свою семью создавать. Она хорошая хозяйка будет у нее, она у меня все умеет делать, печь пироги, торты, все, готовая уже. То есть не страшно одну отпускать в жизнь самостоятельно, так вот жить одной? Нет, не страшно. Не страшно? Я уверена в ней. Хотя свое, свой угол, это уже ощущаешь под ногами землю свою. Справит новоселье по программе предоставления жилья детям-сиротам в этой новостройке еще порядка трех десятков молодых людей. Квартиры предоставляются детям-сиротам, в частности, в этом доме сейчас предназначено 34 квартиры для детей данной категории, состоящих на учете в районах города Чебоксары. В частности, для Ленинского района выделено 8 квартир, которые мы будем предоставлять детям-сиротам. С 2013 года, а именно тогда, в федеральный закон внесли изменения, благодаря которым на квартиры от государства претендует более широкий круг лиц. В Чувашии получили жилье 1400 молодых людей, которые остались без родителей. Если взять по текущему году, у нас на обеспечение жильем детей-сирот направляется порядка 163 миллионов рублей. Следует отметить, что в последнем уточнении, которое сегодня госсовет рассматривал, поддержали депутаты выделения дополнительных средств в размере 27 миллионов. Данные средства позволят обеспечить дополнительно еще 35 детей-сирот в этом году. Всего мы в этом году планируем, что построим либо приобретенное жилье, муниципалитеты приобретут для 173 детей-сирот. На сегодняшний день приобретенное жилье для 109 детей-сирот, в том числе по городу Чебоксары, для 35. Помимо обеспечения жильем сирот, в республике продолжают действовать ряд других программ по улучшению жилищных условий молодых. Например, предоставление жилья по социальному найму или субсидии на покупку собственных квадратных метров молодым семьям. Жилищные условия улучшают или получают новое жилье 5700 семей, на что выделено с бюджета 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Еще один инструмент помощи, когда республика берет на себя затраты на оплату процентов по ипотеке. Впрочем, это уже другая история. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова